Всем привет! Ну что ж, господа, я таки созрел наконец-то обновить свой старый процессор Intel Core i5-6600K на новенький Intel Core i7-7700K. Вот здесь у меня уже валяется боксик, я его уже приобрел, и сейчас будем разбирать один из двух компов конкретного кода, и будем устанавливать в него вот этот вот ништяк. Собственно, чё я таки решился покупать именно этот проц? В принципе, для моих задач, там, для занятий на ютубе, рендеринга видео, всего-всего, i5-го мне более чем хватало. Но как только у меня появился, как вы знаете, с недавних пор намордничий Oculus Rift, вот эта вот штука, честно говоря, мне эта хрень столько неморо, и головняка пока что принесла, что просто офигеть. И я реально начал замечать то, что мне тупо не хватает процца, потому что как только ты запускаешь приложуху Oculus Rift, проц почему-то выжирается процентов, этак, на 20-30, где-то так, просто с запущенным приложением. И в тот момент, когда ты запускаешь игрушки, проц буквально зашивается и падает FPS, а падение в FPS VR это просто катастрофа какая-то, всё начинает жёстко дёргаться, фризить и так далее, и так далее. Ну и плюс, мне уж очень интересно, будет ли какой-то вообще профит между Intel Core i5 и Intel Core i7 в плане вообще повседневных задач. И поскольку у меня канал гоночный, ребят, будет несколько тестов с разницей в производительности, если таковая будет в нескольких гоночных тайтлах, это Project Cars, Assetto Corsa, ну не знаю, может быть ещё что-нибудь, на максимальном количестве ботов. Потому как физика, обработкой физики занимаются именно процы, как известно, и вот мы узнаем, имеет ли смысл для любителей гонок, для любителей погонять в сингл с максимальным количеством ботов обновлять свои компы до, ну, в принципе, топовых, по сути, четырёхъядерных процессоров. Лично я думаю, то, что особой разницы не будет, потому что по факту, что i5 и что i7 это тупо четырёхъядерные процессоры. Разница между ними фактически только лишь в том, что в i7 есть хипертрейдинг, то есть за один такт обрабатываются две команды, грубо говоря. Ну, то есть, грубо говоря, на четыре физических ядра есть восемь логических ядер. И в некоторых софтинах это действительно помогает. И в частности, в Oculus Rift, по мнению многих людей, которые пользуются этим самым намордником, хипертрейдинг реально решает и реально проц не так сильно загружается. То есть, более равномерно распределяется нагрузка по ядрам. Это всё мы будем сегодня тестить. Будем проц разгонять, естественно. Смотрите, если сравнивать цены на эти процессоры на Е-каталоге, то i5-6600K на сегодняшний день стоит от 15 тысяч до 18, грубо говоря. В то время Core i7-7700K от 18 тысяч рублей до 26. Я свой процессор взял примерно за 21 тысячу, что для Украины, в принципе, есть очень даже неплохо. Но, ребят, в чём профит будет, ну, я надеюсь, от моего старого процессора? Везде все пишут, что этот процессор очень даже неплохо гонится. Даже здесь на Е-каталоге мы можем видеть то, что пишут, что проценты в среднем берут 5 ГГц, а некоторые экземпляры даже 5.1 и 5.2 ГГц. При этом всё будет интересно, какова будет температура на ядрах на этом процессе. Возможно, мне его придётся скальпануть и поменять термоинтерфейс на жидкий металл, что, в принципе, должно будет снизить температуру порядка 10 градусов. Так что это мы сегодня тоже затестим. Сейчас я обновлю биос на своей материнской плате. Мать у меня на Z170 чипсете. Я не собираюсь менять мать. На Z270 смысл особого не вижу, потому что профита как такового нет. Обновляю биос, пересобираю комп и понеслась разгонять и тестировать. Что меня ещё сильно подбешивает в Oculus Rift, это то, что длина кабеля составляет 4 метра. Но да ладно, казалось бы, ну 4 и 4, хрен с ним. Есть такое понятие, как переходники. Охреналый сам, ребят. Я купил 3 USB-шных удлинителя. Удлинителя, а не переходника, точнее сказать. И один HDMI. С HDMI в принципе проблем нет как таковых, хотя в интернете народ пишет то, что у многих тоже есть трудности. Но USB это просто какой-то капец. Даже при коротеньком полутораметровом удлинителе USB, даже если он USB 3.0, то есть вот синий, вот у меня веб копашет через подобный удлинитель. И у меня их уже 3 штуки, как я сказал. Oculus постоянно тухнет. То есть ты такой едешь, едешь, у тебя просто чёрный экран нахрен, ты ни хрена не видишь. Улетаешь в квет, как правило, если это какой-то там юртралий и так далее. И это бесит просто жёстко. Я тупо не могу сделать этот провод длиннее. И мне непонятно, какого хера любая техника работает без проблем, кроме Oculus. Ахтун какой-то. Поэтому мне пришлось взять вот этот вот мой системник. И вот если вы его посмотрите, он торчит чуть подальше, чем тот комп, который занимается записью. И это капец, это смотрится как-то убого, ибо мне не хватает провода. И даже в таком вот виде, в моём кресле, этот провод, в буквальном смысле, в натяжку получается. То есть в притирочку. И это капец, и я фиг знает, что с этим делать. Нашёл вроде бы так как на Амазоне какой-то кабель, который пишет, вроде бы как работает. Стоит он уже довольно-таки немалых, я бы сказал бы денег, за что-то там 1 метр шнурка 7 баксов. Ну такое себе. Ну ладно, попробую заказать, а вдруг поможет. Надеюсь, что поможет. Вообще Oculus это пипец, просто поменяй, видик поменяй, с кабелями потрахайся, а в итоге мыло на глазах. Но, конечно, после Oculus, когда смотришь на обычное 2D, вчера, когда я снимал разницу в игрушках, ну FPS, грубо говоря, в Oculus. И просто на мониторе после Oculus, на простом мониторе, в ту же сетокурсу, кататься вообще не хочется. Совершенно. Поэтому приходится мириться со всеми этими проблемами и как-то превозмогать их. Ладно, поехали потрошить комп. На боксе седьмого пишется, for great VR experience. Надеюсь, он таки будет great с этим процессом, а дальше еще видяху поменяем, и тогда, ну, точно должен быть great. Very great. В арсенале у нас будет охлаждение Nogtoa двухбашенная NHD14U, кажется, это уже как бы не последняя модель. Это охлаждение от Nogtoa, но тем не менее, по сегодняшний день это одно из топовых решений. Надеюсь, что она справится с этим горяченьким процессором и удержит его частоту на 5 ГГц. Если не удержит, ну, тогда будем что-то думать, как я говорил, скальпировать. Ну, а также ко мне скоро приедет еще водяночка, как бы не топовая, но, возможно, она будет даже попроизводительнее, чем воздушное-то охлаждение. Может быть, и поэкспериментирую с ним еще. В термоинтерфейсе, как обычно, использую Arctic Cooling MX3, он очень даже эффективный. Оказывается, у меня на матери стоял древний биос, у меня стоит F6, а уже есть F22D. Ну, такая вот у меня материночка от GIGI Z170X Gaming 3EU. Мать очень классная, ну, по крайней мере, я ей более чем доволен. Сейчас будем обновлять биос, ну, и разгоняться. Сходу мой проц разогнался до 4,8 ГГц, но, ёпта, как же он сильно греется. Он просто греется до предела при такой чистоте. Видимо, мне таки придется его отдать, чтобы проц скальпанули, ибо вроде бы он держится стабильно, но вот температурный режим не проходит, и это очень печально. Даже с таким солидным достаточно охлаждением, как у меня, тупо уходит в перегрев. Поэтому отдаем проц товарищу на скальпирование, и продолжим тест далее. Итак, дамы и господа, я таки отдал человеку, чтобы скальпанули проц, и поменяли его стоковый термоинтерфейс, который, к слову, высох нахрен под крышкой. Вследствие чего проц под стресс-тестом у ССТ у меня очень бодренько так уходил в 100 градусов, срабатывал троттлинг, естественно, у ССТ сбрасывало теста, выдавало ошибку. Давайте теперь будем смотреть, сейчас уже около часа ночи, я все очень в ппхах пытаюсь снять и донести вам контент, как говорится. Очень будет интересно, запускаю я тест, какова будет разница после того, как проц таки скальпанули. Вам же я хочу сказать сразу то, что следует понимать, что скальпирование процессора это очень опасная такая затея. Есть все-таки шанс лишиться процессора после этой процедуры, поэтому делается это сугубо на свой страх и риск, потому как если снимать крышку, можно банально повредить сам кремний. И этот человек, который занимался процессором, сказал то, что у него один раз был такой момент, что Intel Core i5-3570K, он говорит, варварским методом вот этим вот старым, если сдавливать крышку, она сдавилась, но шкребанула проц, но при этом он каким-то чудом работал. Вот, в моем случае он делал проще, грубо говоря, проц таки в специальном растворе, крышка просто снялась, он увидел там засохший термоинтерфейс, заменил на жидкий металл. И вот, ребят, вот сейчас мы можем видеть, прошла уже минута, и мой процессор выше 68 градусов, бляха по ядру больше не грелся. Настройки сейчас сугубо те же, то, что и были в прошлый раз, а вот 74 было кратковременно. Но, тем не менее, ребят, 74 и 100, вы только вдумайтесь, какая разница, тем более это было очень даже так кратковременно. Но я думаю, что это, в принципе, одна из предельных будет температура, ну максимум будет 80, но это OSST в конце-то концов. Поэтому, все-таки, да, скальпинг процессоров Intel это очень такая себе годная тема получается, рискованная, правда, но без скальпирования, по сути, его разогнать было нереально. Работал процессор просто на пределе своей температуры, хотя максимальная температура у него 100 градусов, но, тем не менее, сейчас круче. Сейчас я буду пытаться разогнать проц до предела, сейчас он у меня работает на вольтаже, вот мы можем видеть 1.332, ну вообще 1.335 я поставил. Но, я попробую его сейчас добить хотя бы до 5 ГГц, в принципе, 2 минуты уже теста прошло, он работает сейчас стабильно. Будем сейчас выжимать все соки, пока что результатом я доволен, а дальше будут тесты сравнения с Intel Core i5-6600K. Заветные 5 ГГц мой процессор взял с выставленным напряжением на ядро 1.4 вольта в биосе. По факту управленное обеспечение OSST показывает то, что напряжение при нагрузке составляет 1.38 вольта, а в режиме покоя 1.39. В принципе, это довольно-таки много, учитывая то, что 4.9 ГГц мой процессор стабильно проходит тест при напряжении 1.35. Видимо, именно так я и оставлю на повседневное значение, на повседневное использование, точнее, свой процессор. Но, тем не менее, даже при таком достаточно высоком вольтаже под системой охлаждения NACTOA NHD14, максимальная температура, что, в принципе, я видел буквально вот сейчас было 86 градусов. После прохождения теста более 15 минут на частоте 4.9 ГГц при напряжении на ядре 1.33 под нагрузкой, 1.34 без нагрузки как таковой. Я этим результатом более чем доволен, учитывая то, что температура колеблется, ну вот максимум 80 градусов, но в основном в районе 70. Можно стопануть сейчас этот тест, откроется папочка, и здесь вот есть у нас температуры, ну вот, допустим, ядра одного из них. Да, ребят, вот здесь четко видно то, что максимальная температура была 80 градусов, и то очень кратковременно. Это одно из ядер, в принципе, я думаю, что на всех остальных вряд ли сильно будет меняться ситуация. Вот на втором ядре, а вот было кратковременно 90, но это буквально в пике, как вы видите, в принципе, это не превышает максимальную допустимую температуру от производителя. 90, опять же, в редком пике. И это OSST на минуточку, это та нагрузка, ну, которую вы не получите при использовании игр, допустим, и даже рендеринга видео. Поэтому запас очень солидный получается, здесь вот 83. Короче, 90 градусов в пике очень кратковременно, там, на какую-то секунду. Очень даже неплохо, 4.9. Я доволен. Дальше буду тестить проц в Project Cars, AssettoCourse и в рендеринге видео. Итак, дамы и господа, первый тест, который мы с вами проведем, это будет игрушка Project Cars 2 в виртуальной реальности Oculus Rift. К сожалению, максимальный FPS, то, что есть возможность замерить, равняется 45 кадрам. Сейчас я вам постараюсь объяснить, почему так. Есть такая технология Oculus Rift под названием Asynchronous Space Warp. По сути, для корректной работы виртуальной реальности требуется стабильные 90 кадров, то есть 90 с плюсом FPS. Но если ваше железо не справляется с такой довольно-таки солидной нагрузкой, то для того, чтобы у пользователя не начала кружиться голова и не начала тошнить, Oculus Rift как раз и разработали технологию Asynchronous Space Warp. Грубо говоря, FPS лочится при 45, но следующий кадр заготавливается из буфера из предыдущего кадра. Грубо говоря, это псевдо 90 FPS получается, что-то типа тик-так. Технология работает довольно-таки неплохо, скажем так, не настолько плавно, как стабильные 90 кадров, но в принципе неплохо. И, к сожалению, выключить ее возможности нет, то есть даже если ее отключаешь в опциях, этот шлем все равно ее по умолчанию включает, и никуда ты от этого не денешься. Поэтому максимум, что мы можем видеть, это 45 кадров в секунду. Это что касается шлема виртуальной реальности. Так вот, господа, когда я катался со своим i5, у меня игрушка откровенно лагала. Напоминаю то, что у меня стоит видеокарта GTX 970, разогнанная до ее предела возможного на воздушном охлаждении. И Project Cars в Oculus Rift у меня откровенно подлагивал. Вы вот можете видеть то, что минимальный FPS достигает 22 кадров в секунду, что есть в принципе неиграбельный. Картинка откровенно фризит, ездить очень некомфортно, проще говоря, невозможно. Игрушка у меня запущена практически на максимальных настройках. Единственное, что стоит сглаживание двухкратное. А так практически все стоит на ультра, кажется, только тени средние и трава средние. Остальное все на ультра выставил. Так вот, господа, когда я установил i7, разогнал его и включил еще раз игрушку, я просто не поверил своим глазам. Разница просто охренеть какая. Причем независимо, какое количество ботов будет на треке. Разница всегда превышает фактически 10 FPS. Это просто космическая разница, учитывая то, что мы поменяли, извините, не видеокарту, а всего-то навсего процессор. У меня даже в голове не укладывается то, что Core i7 может действительно такой буст давать для Oculus Rift. По сути, i5 при работе с VR практически всегда загружен в полочку. Так как я говорил, при запуске приложухи Oculus Rift, разогнанный до 4,5 ГГц уже отжирается от 20 до 30%. Это очень дофига. Видимо, там немножко идет другой принцип рендеринга картинки. И процессор задействован в этом вопросе сильно больше, чем в обычной 2D картинке. В общем-то, на процессоре 6600K минимальный FPS составляет 22 кадра, максимальный 45, естественно. Что касается i7, то ниже 35 FPS фреймрейт, в принципе, не падал. То есть, уже здесь сразу понятно, что Intel Core i7-7700K просто must-have для любителей VR. Следующий тест я произвел в игрушке ассета Corsa. Здесь также, как и в Project Arse, запущено максимальное количество ботов, равное 23 виртуальным пилотам. Так вот, в Project Arse виртуальная реальность очень хорошо работает. Даже на Intel Core i5-6600K фреймрейт очень даже стабильный. Держится, в принципе, практически постоянно на 45 кадрах в секунду. Разницы между процессором нет, то есть, явный паритет по минимальному FPS в 43 кадра, максимальный FPS, к сожалению, выше, чем в 45, замерить возможности нет. И в целом, хочу сказать то, что ассета Corsa это просто потрясающая игра для виртуальной реальности. По крайней мере, экспириенс она дает просто нереально крутой. Пожалуй, лучшая из того, что я пробовал на виртуальной реальности из гоночных тайтлов. И, как знают мои подписчики, раньше я не очень-то любил эту игрушку, но с приобретением Oculus Rift я кардинально поменял свое мнение об этой игре. Очень большое удовольствие получаю от виртуальной реальности, руля и корсы. И рекомендую абсолютно всем Steam Racer все же присматриваться к шлему виртуальной реальности, ибо это совсем другой опыт. Гораздо удобнее, но, в общем-то, сплошные положительные моменты, даже невзирая на то, что Oculus Rift довольно-таки мылит картинку. Кстати, игрушка у меня запущена абсолютно на ультрах. То есть, тени ультра, графон максимальный, сглаживание максимальный, и, как видите, все очень даже стабильно. Конечно, когда у меня видеокарта появится сильно пободрее, а напоминаю, на днях у меня будет 1080 Ti, на которую тоже будут обзоры и тесты в разных играх. Там я уже надеюсь получить, по крайней мере, в курсе стабильные 90 кадров и не использовать эту самую технологию Asynchronous Space Warp. Далее я решил протестировать эти же игрушки в обыкновенной 2D-кординке без Oculus Rift. Как видите, здесь разница не столь велика, то есть, младшая модель Intel Core i5 проигрывает старшему собрату 7700K всего лишь пару FPS, что по минимальному, что по максимальному значению. Assetto Corsa, по сути, очень хорошо оптимизированная игра, и на максимальных настройках, как видите, даже на i5 выдает стабильные 60 с плюсом кадров. Поэтому, если вы не прицеливаетесь на виртуальную реальность, то приобретать старшую модель процессора в случае с Corsa и смысла нет ни малейшего. А я вам скажу так, то что в случае и не с Corsa и тоже, по сути, i5 более чем достаточно. Так как, опять же, лично я совершенно не планировал менять процессор до тех пор, пока у меня не появился тот самый Oculus Rift, я просто начал обращать внимание на то, что в процессе очень часто полочку зашивается, и действительно какие-то аномальные просадки по фреймрейту. В любом случае, лишние пару FPS лишними не будут, учитывая то, что здесь 23 сейчас автомобиля на треке находятся, видимо, все же нагрузочка какая-никакая есть, учитывая то, что карта не топовая, но видите, пару FPS с Intel Core i7 получить все же можно. А вот в случае с Project Cars в 2D-картинке без VR-а разница, конечно же, просто марианская впадина. 18 FPS по минимальному значению, это очень до хрена на самом-то деле. И 11 кадров по максимальному значению. Здесь сейчас на треке максимально находится количество ботов, их тут 30 чем-то в разных классах. Естественно, просчитать физику каждому автомобилю, это требуется довольно-таки солидная нагрузка на процессоры. Здесь, конечно, i7 значительно отрывается вперед, но стоит отметить, что i5 опять же со своей задачей более чем справляется. Игрушка сейчас запущена на полных максимальных настройках, не помню точно насчет сглаживания, как-то вот не досмотрел, но тени и так далее, все на ультрах. И i5 держит уверенно от 60 кадров и выше. Поэтому, опять же, если вы не обладаете виртуальной реальностью, то Intel Core i5, даже уже не последнего поколения, предпоследнее, за глаза будет для гоночек Project Cars. А вот в рендеринге видео ситуация несколько странная. i7 и i5 рендерят практически за одно время, по крайней мере, в лог-день угла 2, i5 даже на 20 секунд справился быстрее. То есть за 44 минуты, там, 30 с лишним секунд, в то время как i7 отрендерил 44 минуты 50 с лишним секунд. Здесь хипертрейдинг никакого профита не дает, и самое интересное, что повышенная частота на 400 МГц на ядро тоже особо никакого буста в рендеринге, по крайней мере, в Sony Vegas не дало. Вот такие получились результаты тестирования нового процессора. Покупкой я реально доволен, процессор действительно показал мне большой прирост производительности виртуальной реальности со шлемом Oculus Rift. Если честно, я даже не думал, что будет настолько большой скачок, и во всех играх все работает стабильнее, ребят. Сейчас моя система конкретно упирается в имеющуюся видеокарту, и я, в принципе, понимаю то, что тестирование процессора я сделал не совсем корректно, в том плане то, что все могло упираться в видеокарту, и если поставить что-то помощнее, то разница могла бы быть еще более существенная. Но меня конкретно интересовал, какой получу профит лично я с уже имеющимся конфигом, просто заменив процессор. И профит, в принципе, я получил довольно-таки весомый. Так-то, если разобраться, то для любителей гонок, не обладающих и не планирующих приобретать шлем виртуальной реальности, покупать процессор выше, чем Intel Core i5, смысла нет ни малейшего, просто выброшенные деньги будут. Ну, а если вы хотите получить крутой экспириенс от виртуальной реальности, так сказать, прочувствовать гонки фактически на себе, то тогда без вариантов придется раскошеливаться на топовый процессор от Intel, поскольку младшая модель, ну, тупо не справляется. Надеюсь, это видео для вас было полезным, ребят, впереди у меня еще будет куча нового железа. Я уже, блин, по-нас заказал, там много всякого интересного, на самом-то деле, жду видеокарту, жду материнку, процессор на второй комп для записи, это будет топовый Ryzen, будет куча тестов, как тот или иной процессор ведет себя при записи видео, в том числе попробую в 4К позаписывать, сделаю тесты в различных гонках с разными процами, то есть Ryzen и Intel. Короче, ребят, там еще у меня работы вот так вот, в плане контента для вас, поэтому рекомендую подписаться на мой канал, потому как для любителей гонок мой канал, пожалуй, очень полезен и временами даже бывает интересен. Примерно через недельку будет тест новой видеокарточки, не скажу какая, но скажу то, что самое охрененное то, что было доступно на рынке. Поэтому будут еще интересные тесты, на этом я с вами на сегодня прощаюсь, огромное спасибо вам за просмотр, до скорых встреч, удачи вам и пока!